Губернаторская программа по ремонту подъездов стартовала в Подмосковье в прошлом году. За четыре года все требующие ремонта подъезда многоквартирных домов должны быть приведены в порядок. Программа основана на софинансировании. Часть затрат управляющих компаний компенсируется из областного бюджета. Жители в целом позитивно оценили проект, и его реализация продолжается, причем с улучшениями. 900 подъездов многоквартирных домов будут отремонтированы в Щелковском районе в этом году. По итогам первого года программы добавились новые виды работ, о которых руководителям управляющих организаций рассказали на семинаре в администрации района. В прошлом году в план ремонта входили в частности ремонт входных групп и напольного покрытия на первом этаже, штукатурка и покраска стен, замена светильников, замена почтовых ящиков. Теперь же в подъезде обязательно должен быть замкнутый тепловой контур. Это должны обеспечить доводчики, плотно закрывающие двери, функциональные тамбурные двери, а также замена старых оконных блоков на энергосберегающие пластиковые. Собравшимся показали, с каким качеством следует выполнять те или иные виды работ. Я обращаю ваше внимание, что тамбурные двери могут быть как и деревянные, так и пластиковые. Не допускается щелей, не допускается, как у нас некоторые управляющие компании делают следующим образом. Вторая тамбурная дверь, чтобы был у нас стекловой контур, а если разбито стекло, они просто берут и прибивают фанеру. Это недопустимо. То есть меняется полностью дверь. Значительно повысились требования к обеспечению безопасности. Теперь управляющие компании обязаны при проведении ремонта оборудовать в подъездах видеонаблюдение. Камеры должны быть интегрированы в домофон с возможностью подключения к системе безопасный регион. На входе, где у нас входная группа, должен стоять домофон и в него встроена камера. Не в подъезде она устанавливается, а именно на домофоне при входе. Профильный зам главы администрации Роман Назаров рекомендовал управляющим компаниям не откладывать ремонт подъездов на вторую половину года и отметил, что некоторые УК уже приступили к выполнению заявленного плана. Глава района Алексей Валов напомнил руководителям компаний об ответственности перед жителями и перед законом, о предстоящем рейтинговании управляющих организаций. За качественное выполнение своих обязанностей по управлению МКД привел в пример УК «Округ 17» и «Жилсервис А». Глава также отметил, что в этом году работы по ремонту подъездов должны выйти на качественно новый уровень. А в этом году мы уже более предметно и более профессионально и более требовательно будем относиться к ремонту подъездов, плюс с новыми элементами, которые должны они устанавливать при этом ремонте. Я имею в виду систему безопасный регион, систему видеонаблюдения.